Дорогие друзья, Центральный дом актёра Всероссийского театрального общества имени Яблочкиной, Центральное телевидение пригласило нас на вечер, посвященный 100-летию со дня рождения великой русской актрисы Веры Фёдоровны Комиссаршевской. Перед тем, как мы войдём с Вами в зал, позвольте мне вкратце рассказать биографию великой русской актрисы. Её место и значение в русском театре ярко и образно определил поэт её эпохи Александр Блок в стихотворении, посвящённом её памяти. Вера Фёдоровна – дочь знаменитого петербургского певца Фёдора Петровича Комиссаршевского. К концу жизни он поселился в Италии, где в своё время получил музыкальное образование. Там почти каждый год его навещала Вера Фёдоровна. Вот давняя-предавняя и очень редкая фотография отца и дочери. Три-четыре недели пребывания у него, дорогой гости, Фёдор Петрович читал мигом. Но, как писал он жене в Петербург, тот миг давал мне такую массу драгоценных ощущений и впечатлений, что духовной теплоты, охватывавшей меня, оставалось надолго. Первая весна начинающей актрисы совпала с весной Станиславского, начинающего режиссёрскую деятельность в Москве. С оттенком какой-то гордости вспоминает он об участии Веры Фёдоровны в 1890 году в первом его режиссёрском опыте. Он поставил однакную пьесу Гнедича «Горящие письма» в Обществе искусства и литературы, организованном им совместно с Комиссаржевским, отцом Веры Фёдоровны. Станиславский играл Краснокутского, Комиссаржевская Васильчикову. Это было первое и весьма успешное сценическое выступление в Москве будущей знаменитости. Писал он в книге «Моя жизнь в искусстве». Год спустя начинающие режиссёры-артистка сделали вместе и более крупный шаг в выступе в плодах просвещения Льва Николаевича Толстого. Комиссаржевская под псевдонимом Комина играла Детси, Станиславский – Звездинцева. И на этот раз Константин Сергеевич был режиссёром спектакля. Оба они привлекли к себе внимание публики и прессы. Но в дальнейшем им выступать вместе больше не пришлось. Колыбелью Веры Фёдоровны, как профессиональной актрисой, стали театры Новочеркасска и Вильны. Комиссаржевская была уже большой актрисой, когда её пригласил в состав своей труппы Петербургский, Императорский, Александринский театр. Наиболее чуткая и смелая театральная критика писал тогда. Какой хороший тон, какие приёмы, исполненные художественной простоты, Приносит с собой эта актриса на нашу сцену, Где шаблон и рутина слишком властно подчинили себе дарование даже премьеров. В то время Чехов только что написал «Чайку», Впервые поставленную, как известно, в Александринском театре. Комиссаржевской первой выпала на долю играть главную роль Нины Заречной. Однако спектакль не имел успеха, особенно на первом представлении. Чехов, зрители и пресса признали в нём одну лишь Комиссаржевскую. «Роль Чайки мне принесли за несколько дней до спектакля», Вспоминает Вера Фёдоровна. «Я не знала пьесы. В первый раз я прочла «Чайку» в ту ночь. Всю ночь проплакала. Утром я любила «Чайку», И она была моей. Я жила душой Чайки. Быть Чайкой мне радость. Вера Фёдоровна так и вошла в историю театра чайкой русской сцены. По мере того, как росли её успех и слава даже в ролях второстепенных драматургах, всё более росло её недовольство незначительным репертуаром казённой сцены. В 1902 году в решающий момент своей артистической жизни она пишет своему первому московскому учителю сцены Станиславскому. Еду на Кавказ. Извиняюсь за небрежность письма. Пишу в вагоне. Я окончательно решила, Константин Сергеевич, уйти с императорской сцены. Прежде всего спешу исполнить данное вам слово, сообщить вам об этом. С протестом всего моего существа против своей деятельности я жить не могу. Оттого я и ухожу с императорского театра. Поймите же, как важно мне знать, чем я утолю свой нравственный голод. А несколько позднее, в другом письме, она писала к директору и режиссёру МХАТ Немирович Данченко. Как бы ясно, вы не разъясняли мне задачи вашего театра, я, пока не окунусь сама в дело этого театра, не сумею решить, может ли он стать близким и дорогим моей душе. И вас вряд ли устроить, что мне, между прочим, говорил Константин Сергеевич, если я пойду к вам без уверенности, что иду навсегда. На случай, если бы вы захотели поговорить со мной лично или письменно, вот вам мой маршрут. От 6 до 13 Самара, 14, 15, 16 Оренбург, 18, 20 Симбирск, потом Казань, Нижний. В сокровищнице истории русского театра, каким является Центральный театральный музей имени Бахрушина, сохранилось множество подношений комиссаржевской актрисе из народа, как любовно её называли, подношения со всей Руси Великой. Со своими спектаклями она объезжала в самые отдалённые уголки Родины, играла в трупах разных городов. Собранные средства предназначались ею на организацию в Петербурге нового драматического театра, открытие которого в 1904 году приветствовал Горький. Театр комиссаржевской, писал он жене, дело новое, солидное. Это был подлинно театр своего времени. Надвигавшаяся Первая русская революция вызвала к жизни новый репертуар. С участием комиссаржевской в главных ролях появились на сцене молодого театра Дети солнца, Дачники, Горького. В то революционное время на петербургских улицах можно было видеть афиши, на которых смело указывалось, что сбор, например, от спектакля Дети солнца поступит в пользу рабочих, пострадавших от забастовок. В театре комиссаржевской шли неизвестные русскому зрителю пьесы Ипсона. Из них, как Штокману Станиславского, как Брандт укачал, лучшей ролью комиссаржевской была Нора в кукольном доме. Протестующий образ Нора был незабываем в исполнении актриса. Поддерживать бюджет своего независимого театра было совсем нелегко. Осенью и зимой Вера Федоровна была в поисках драматургов, актеров, режиссеров. Она искала новые приемы игры, а весной и летом она играла все далее и дальше, и дальше от Москвы и Петербурга. Отец Веры Федоровна писал, «Толпа, венчающая ее по всей России, проникается прежде всего ее женственной человечностью, которой она захватывает, особенно молодежь. Она играла в более 70 городах, иногда приезжая дважды в год в один и тот же город. И всюду она была любима и нужна людям». Луначарский вспоминал, «Это был какой-то нежный белый цветок. Во всякой другой стране им просто любовались бы, а мы его обожали. Нам он был нужен, без него нам просто было жить нельзя». Ее спектакли шли во многих городах Украины и Сибири. Играла она и в Большом казенном театре Варшавы, и в маленьком велосипедном клубе Ашхабада. Последний же город, в котором играла Вера Федоровна, был Ташкент. Здание театра, последнего театра в жизни Камиссаржевской, называлось знаменательно «Общественное собрание». Современность – важнейшая тема советского актера, режиссера, драматурга. Камиссаржевская была самой современной актрисой своей эпохи. Вот в журнале «Юность» были напечатаны воспоминания старого большевика Маргариты Фофановой. Рассказ о пребывании Владимира Ильича Ленина на ее петербургской конспиративной квартире в 1917 году. Маргарита Васильевна пишет. «В столовой у меня висела большая фотография Веры Федоровны. Владимир Ильич спросил, «А почему у вас висит портрет Камиссаржевской?» «Отвечаю, она была моей любимой актрисой. И, кроме того, я была лично с ней знакома в 1907-1908 годах. У меня были партийные порученики Камиссаржевской по сбору средств для товарищей». «Да», – ответил Ленин. «Я знаю, что Вера Федоровна помогала в сборах средств для партии. Таких людей забывать нельзя». А сейчас мы с вами уже в зрительном зале «Дома актеров». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжение следует... Продолжение следует... Я люблю людей, особенно русских людей, потому что русская душа — это, по-моему, удивительная душа. И я уверена, что к какой бы нации я ни принадлежала, была бы того же мнения. Знаете, я тут неделю-полторы тому назад была в русской частной опере и слушала Садко Римского-Корского. И уж давно я так не наслаждалась. Тут, понимаете, всё, что есть в русской душе широкого, могучего, и в то же время слабого, жестокого и мягкого, глубокого и нежного. А главное, он вылил в звуках свободу, ту жажду свободы, которая все путы, в конце концов, разорвёт. Севастополь. 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 И я рада этой любви, потому что знаю, как я приобретала её. Поездка прошла, как сон. Так много было успехов, внимания, новых лиц, цветов, поклонений. Природы дивной Какая погода Сколько солнца, сколько света И главное, белого-белого, чистого снега Небо бледное, но ясное Только из-за леса видны белые, большие, как горы, облака И главное, столько солнца, что смотреть больно И в воздухе уже весна чувствую А я лежу на диване, усталая-усталая И гляжу в окно, и думаю, мало, только гляжу Снег уже умирает, солнце его пьет, ласково любя И он, умирая, говорит Помоги жить тому, что я сберег для тебя же Пусты, ручьи, трава, несмело, робко, но уже пробуют начать жить Болтава Вчера студент вскочил на сцену и сказал мне Боже, как это было хорошо Он говорил, и слезы лились у него из глаз А потом я уже ничего не видала, никого И только думала, за что же это все, за что? В конце он сказал Улетает от нас жаворонок Лети же, дорогой наш, дальше, дальше Петь свои песни добра, красоты И все это мне Какой неоплатный долг души И никто в мире не подозревает даже близко Как я холодна там внутри к успеху Нет, это не то В первый раз я почувствовала, что все, что есть лучшего в этой толпе, в этих душах Сейчас трепещет, плачет, радуется, молится И все это сделала я Ялта Тут волшебно прекрасно Вчера вечером, когда я вышла на балкон И ночь была такая тихая Точно каждый листик дал обет молчания И розы, и магнолии пахли так сильно Точно хотели, чтобы аромат дошел до луны А громадный тополь Стоит, как будто сторожит вход в волшебное царство И все это залито луной И свет ее лег широкой бесконечной пеленой на море Я купила в дороге книгу, письма Тургенева к Виардо Там он благодарит ее за письмо к нему и прибавляет Если бы вы знали, что это значит Когда дружеская рука тянется к вам издалека и опускается на вас Тургенев говорит Красота разлита всюду Она простирается даже до смерти Но она нигде не сияет с той силой, как в человеческой индивидуальности Какая вера Харьков Успех нельзя описать Без конца сыпались цветы И из галереи на меня слетели четыре голода Зал гремел без конца весь И остановились, потому что я зашаталась Долго не могла говорить Голубей я привезла к себе Петербург Так вот и о новой поездке на гастроли Подумайте только С каким доверием люди в этих городах придут смотреть на меня И что будет со мной, если я должна буду обмануть это доверие Я убью в себе тогда надолго Если не навсегда всякую энергию А какой страшный запас ее мне нужен для работы Вы прекрасно знаете Что если какая-нибудь пьеса в поездке идет плохо Но я играю в ней хорошо За главную роль Публика это простит Но чеховские пьесы, если пойдут скверно Она не простит этого именно мне В 1896 году В дневнике Антона Павловича Чехова Появилась лаконичная запись 17 октября В Александринском театре шла моя чайка Успеха не имела Утром после спектакля Автор буквально бежал из Петербурга В товаро-пассажирском поезде Отправлявшемся в Москву Глубокая боль От того, что испытал автор На злополучном петербургском представлении Долгое время прорывалась В письмах его друзья Комиссар Жевская Чудесная актриса Говорил Чехов На одной из репетиций Многие, глядя на нее, плакали И говорили, что теперь в России Это лучшая актриса Но на спектакле она поддалась Общему настроению Враждебному моей чайке И как будто оробела Спала с голоса Наша пресса относится к ней холодно Не по заслугам И мне ее жаль Тогда же и началась переписка Между Чеховым и Комиссар Жевской Они обменялись фотографиями Чехов написал Вера Федоровна Комиссар Жевской 3 августа В бурный день, когда шумело море От тихого Антона Чехова А Вера Федоровна написала Хорошему Антону Павловичу Воспоминания о кратком, но памятном знакомстве Переписку с Чеховым Начала Вера Федоровна после второго Более успешного спектакля «Чайки» Только что вернулась из театра Антон Павлович Голубчик Наша взяла Успех полный Единодушный Какой должен был быть Не мог не быть Как мне хочется сейчас видеть вас А еще больше Хочется, чтобы вы были здесь Слышали этот единодушный крик Автор Ваша Нет Наша чайка Потому что я сросла с ней душой навек Жива Страдаю И верую Верую так горячо Что многих уверовать застают И думайте же о своем призвании И не бойтесь жизни Жму вашу руку Вера Комиссар Живская Благодарю вас Вера Федоровна Что вспомнили обо мне И написали письмо Конечно Успеха вам желаю Громадного Постоянного Такого же крепкого И прочного Как моя вера Ваш славный Симпатичный талант Доктора запретили мне работать У меня подгуляли легкие Я теперь изображаю Нечто похожее На театрального чиновника Ничего не желаю Никому не нужен Но стараюсь Сохранить деловой вид Я радуюсь Что у вас все благополучно Только не болейте Пожалуйста Преданный вам Чех Антон Павлович Делайте для меня Что я вас попрошу Это дико Что я говорю Для меня Но вы должны почувствовать Как Я это говорю В Ростове-на-Дону Есть доктор Василий Вы должны поехать К нему лечиться Он вас Вылечит Сделайте 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 Я не знаю Как вас спросить И не думайте ничего Не говорите Что это пустяки Что вы сами знаете Что вам надо Что всех не переслушаешь И так далее А просто сделайте Для меня Для чужого человека Возьмите И сделайте Это не так уж трудно Храни вас Бог Но ужасно Если не сделаете Прямо больно Не причините Сделайте Да Вера Комиссаржевская Адрес Васильевой Вышлю завтра Сейчас не знаю Вы пишите Сделайте 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 А я вам Вы доброе 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 Тысячу раз Когда я поеду На родину В Таганрог То по соседству Побываю в Ростове И обязательно Повидаюсь с Васильевым Которым уже читал И слышал Письмо Ваше Меня глубоко Возволновало И тронуло До глубины души Вы знаете Как я к вам отношусь Стало быть Поймете Как я вам Благодарен И как был рад Получить от вас Письмо Пожалуйста Пришлите мне В Ялту Вашу фотографию Не отказывайте Мне в этом Фотографию По возможности Очень хорошую Кабинетного формата Не меньше И так же Сообщите мне Ваш адрес Чтобы мне Не посылать Своих писем На ваш театр Крепко жму Вашу руку Преданный вам Чех Чех Антон Павлович, здравствуйте. Вы удивлены, что я не писаю. Я не могла. Я не хочу писать вам из вежливости. А как я обрадовалась вашему письму. Страшное спасибо вам за то, что согласились исполнить мою просьбу. Вам хочется знать обо мне. А мне нечего сказать. Я играю без конца. Играю вещи, мало говорящие уму. И почти ничего душе. Последнее сжимается, сохнет. И если и был там какой-нибудь родничок, То и он скоро иссякнет. Успех имею при этом огромный. И тщетно силюсь понять, в чем дело. Вот и все. Как видите, вы мало потеряли, что я не писала вам до сих пор. А вы напишите. Пожалуйста. Напишите. Почувствуйте, как мне этого хочется. 18 февраля мой бенефис. А я не знаю, что ставить. Придумайте. Напишите. Главное, напишите мне. Напишите. Да? Вера Комиссар Шельцкая. Как бы мне хотелось сейчас повидать вас. Прямо вот как хотелось бы. Вы пишете, что имеете успех. Мне это известно. Я радуюсь. И вместе с тем мне досадно. Досадно, что не приходится видеть вас. Вы превосходная артистка. Жаль только, что нет у вас подходящего антуража. Нет театра, нет товарищей. Вам бы хоть в Москву. Малый театр. Тут все-таки больше на искусство похоже. И между актерами есть немало хороших людей. Где вы будете летом? Где будете играть? Если где-нибудь близко к Москве, я приехал бы взглянуть на вас. Еще раз благодарю вас за ваше письмо. Низко вам кланяюсь. Крепко жму и целую вашу ручку. Чех. Антон Павлович, здравствуйте. Вы, конечно, забыли, что я есть на свете, а я существую. Да еще как. Пишу не для того, чтобы получить о вас сведения. Я всегда почти все знаю о вас, что хочу. Пишу по делу. Вы, вероятно, слышали о моей затее открыть в Петербурге театр. Это тоже уже кончено. Я делаю это глупо. Как называют это все мои друзья. Я не хочу, я не могу думать, как это называется. В моей душе сейчас такой прилив энергии и жажды дать ей что-нибудь кипучее по-любимому, что я иду, иду одна, с верой. С той верой, которая, если разобьется, убьет во мне все, с чем только имеет смысл для меня жить. Значит, о чем говорить? Все это предисловие, неинтересное для вас, вылилось само. Значит, пусть остается. А дело заключается в том, что вы, Антон Павлович, должны мне помочь. Именно вы и именно должны. Обещайте мне дать вашу новую пьесу в мой театр в Петербург. Вы же понимаете, как мне это надо. И что вы для меня этим сделаете? Срочно напишите мне. Тифлис. До востребования. Комиссар Жевской. Тифлис. До востребования. Комиссар Жевской. Большое вам спасибо, Вера Федоровна, за ваше письмо. Не спасибо, а спасибище. Вот как. Очень рад, что вам хорошо. А насчет пьесы скажу вам следующее. Если она подойдет для вашего театра, то я отдаю ее вам с удовольствием. Или вот еще что. Не написать ли мне пьесу для вас? Не для театра того или другого, а для вас. Это было моей давней мечтой. Вы пишете «Иду с той верой, которая, если разобьется, убьет во мне и так далее». Вы правы, это справедливо. Только ради создателя не ставьте этого в зависимость от нового театра. Вы ведь артистка, а это все равно, что хороший моряк. На каком бы пароходе, казенном или частном, он не плавал, он все равно, всегда, при всех обстоятельствах, останется хорошим моряком. Благодарю вас за ваше письмо. И желаю вам всего самого хорошего, что только есть на этом свете. Ваш Чехов. Телеграмма. Ялта Чехова. Убедительно прошу не отдавать Вишневый сад в Петербург за моего письма. Пишу сейчас. Поцелаю. Комиссаревская. Антон Павлович, дорогой, я открываю театр в Петербурге. Я хочу, чтобы открытие его было связано с вашим именем. Потому прошу вас, дайте мне ваш Вишневый сад, я им открою. Я знаю, что вам хочется отдать его Александринской, чтобы играла Савина. Судя по тем немногим сведениям, какие я имею в вашей этой пьесе, роль очень ей подходит, сыграет она ее хорошо. Но вы, именно вы не сможете же не помочь мне в этом безумно трудном деле. Мне не надо вам говорить, сколько у меня врагов, но есть также люди, которые, я верю, помогут мне осуществить то, что хочет сделать лучшее во мне. Я хочу, я должна, чтобы вы были первой. Но я не буду больше ничего говорить. Вы должны почувствовать, как я волнуюсь и как мне нужно ваше слово и согласие. Телеграфируйте мне в Тифлис. Гостиница «Арион». С Новым Годом. Напишите что-нибудь. Комиссаржевская. Дорогая Вера Федоровна, ваше письмо 29 декабря я получила только сегодня. Наконец, пришла в вашу телеграмму, посланная в Ялту. Глубоко убежден, что мой вишневый сад для вас совсем не подходит. Центральная роль в этой пьесе женская. Старая женщина вся в прошлом, ничего в настоящем. Остальные роли, по крайней мере, женские. Мелковатые и грубоватые. Для вас неинтересные. Если вы прочтете ее, то сами убедитесь. Он горил мне, будь ты моей. И стану жить я страстью сгорая. Прелесть улыбки, негово в зоре не обещают. Продолжение следует... 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 Чехом сам находился в рядах своего поколения, и это делало любовь к нему особенно нежной и особенно хрупкой. На его руку, братскую, слабую руку, можно было опереться или пожать ее, стоя рядом с ним. Это не очень помогало, но легче становилось переносить боль. Это была помощь не отца, Чехов был брат человеческой. Ака Миссаржевская, любимая артистка Чехова, она была сестра человеческая. В этом ключ к той любви, которую питали к ней. Старшую сестрой чувствовала ее и та зеленая молодежь, которая была ее вернейшим зрителем и почитателем в 904-9 годах. Молодежь это была революционная молодежь. И всегда Миссаржевская была сестрой этой молодежи и любимейшей артисткой. У нее нельзя было научиться тому героизму воли и подвига, чести, страдания, которому учила нас в каждой своей роли Ермолова. Ермолова была для нас великой мудрой матерью. Ермолова, как Достоевская и Толстой, стояла над нами. Комиссаржевская же, как Чехов, была с нами. Более чуткая, чем мы, более одаренная, она так же, как и мы, нуждалась в материнском попечении и отцовском руководстве. И в Петербурге, и в Москве, и во всей России, от Владивостока до Ташкента, ее левая публика была неизменно верна Комиссаржевской. И так же, как Чехова, брата человеческого, любили мы в те годы, как никого из артистов, нашу Веру Федоровну, сестру человеческую. Вера Федоровна очень любила музыку Рахманова. Она говорила, что сама весна, сама юность споет его произведение. Она смотрела на исполнителя, исполнявшего ее произведение, своими глазами звездами, и по нескольку раз просила исполнить одно и то же его произведение. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Динам authorized вид в театру подлинное биение своего сердца от радости счастье или страдания И иногда казалось, что она Он вынет из себя сердце и на протянутых ладонях покажет ему его трепетному залу, и зал будет безумствоваться. А он и так безумствовал, когда Вера Федоровна достигала творческих вершин ей одной доступных. Наблюдая за Верой Федоровной от спектакля к спектаклю, а главное за разработкой впервые исполняемых ею ролей, я замечал, что в смысле подачи текста она не очень стремилась к натуралистической простоте. О всем внешнем она заботилась не больше, чем ее обязывал характер образа, но совершенно откровенно и свободно подавала самая себя, свое существо. А оно у нее было протестующее, бунтарское, и это тянуло к ней революционно настроенную молодежь. Она, конечно, сознавала и знала всю силу своего обаяния, обаяния своей индивидуальности, блиставшей самыми разноцветными красками и оттенками их. Да, тому, что делала Комиссар Жевская, не научишься. На струнах своей эоловой арфы играла не она, а струны звучали сами от движений ее внутреннего существа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 А голос? Такого голоса больше не услышу! В антракте побежал за цветами! Добро пожаловать в Казахстан! 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 на которых она любила бывать, где её так тепло и нежно принимала молодёжь. Я был одним из студентов-организатором этого вечера и вызвался поехать её пригласить. Лечу, рекомендуюсь, Пётр Славин, передаю приглашение студенчеству, жаждущего видеть её у себя, рассказываю про свою пуражку. Ах, это ваши розы упали на меня с галёрки! Я смущённо признаюсь, она смеётся заразительно и, конечно, соглашается приехать к нам. На этом вечере Вера Фёдоровна в белом круженом платье с красной розой на груди в сопровождении рояля читала стихотворение Тургенева «Как хороши, как свежи были розы». Музыку написал и посвятил ей композитор Оренс. Где-то, когда-то, давно-давно тому назад, я прочёл одно стихотворение. Оно скоро позабылось мною, но первый стих остался у меня в памяти. Как хороши, как свежи были розы. Теперь зима. Мороз запушил стёкла окон, в тёмной комнате горит одна свеча. Я сижу, забившись в угол, и в голове всё звенит, да звенит. Как хорошо, как свежи были розы. И вижу я себя перед низким окном загороднего русского дома. Летний вечер тихо переходит в ночь. В тёплом воздухе пахнет резидой и липой. А на окне, опершись на выпрямленную руку, и склонив голову к плечу, сидит девушка. И безмолвно и пристально смотрит на небо, как бы ожидая появления первых звёзд. Как простодушно вдохновенны задумчивые глаза, как трогательно невинны раскрытые в упрошающие губы, как ровно дышит ещё не вполне расцветшая, ещё ничем не взволнованная грудь, как чист и нежен облик юного лица. Я не дерзаю заговорить с ней, но как она мне дорога, как бьётся моё сердце. Как хороши, как свежи были розы. Встают передо мной другие образы. Слышится весёлый шум семейной деревенской жизни. Деверусы и головки, прислоняясь друг к дружке, смотрят на меня своими светлыми глазками. Алые щёчки плают сдержанным смехом. Руки ласково сплелись, В перебивку звучат молодые добрые голоса. А немного подальше, в глубине уютной комнаты, камния, кожа, молодые руки бегают худаясь пальцами по клавишам старенького пианито. Ивановский вальс не может заглушить воркотнюк патриархального самовара. Как хороши, как свежи были розы. Свеча меркнет и гасит, кто это кашлят там, как хриплый грох. Смехнувшись в калач, жмётся и вздрагивает у моих ног старый пёс, мой единственный товарищ. Мне холодно, я зябку. Все они умерли, умерли. Как хорошее, Как свежи были розы. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Комиссар Жевская была Вся мятеж и вся весна Она жива во всех нас И я молю ее светлую тень Ее крылатую тень Позволить мне в ее розы и лавры Плести цветок моей почтительной влюбленности Александр Блок Вы дивное, редкое в наше время явление Вчера я наконец поняла, что такое Комиссар Жевская Сочетание женственной прелести с силою страстного порыва Ермолова Вчера я был на спектакле Комиссар Жевской И пришел в телячий восторг Мне понравилась и вся трупа Станиславской Одно из моих очень давних мечтаний Ваше присутствие в труппе художественного театра Емирович Данченко Многие ли знают сейчас, что Комиссар Жевская По своему духовному складу, по своим симпатиям Была близка революционным кругам Она активно на практике помогала нашей партии Своим именем, когда необходимо было выручить арестованного Сбором средств при забастовке Недаром молодежь звала Веру Федоровну Солнце, Калантай Она жива, будет жить среди нас И переживет нас, Давыдов На русской сцене было очень много хороших актрис Было несколько актрис великих Но было очень немного таких актрис В которых публика была глубоко, серьезно И трогательно влюблена Это Мария Николаевна Ермолова И Вера Федоровна Комиссар Жевская Луночевская АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Продолжение следует...